Как создаются крупнейшие корпорации? Как в кризис укрепляется бизнес и сколько стоит настоящее счастье? Чтобы ответить на эти вопросы, мы преодолели сотни километров. Здравствуйте! В эфире программа «Фактор успеха» и с вами я, Гульнара Хасан. Он ценит каждую минуту и не разменивается по мелочам. Реализует государственные проекты на миллионы долларов и возглавляет крупнейшую корпорацию. А когда-то его бизнес начинался со студенческих подработок. Нет, ни родители не оставляли это. Я никогда в госструктурах не работал. Он знает, как в годы кризиса снизить риски и в разы увеличить доходы. Этот человек – гений бизнеса, который достоин подражания. Этот человек – пример для меня. Горжусь, что в нашей стране есть такие люди. Бауржан Успанов – основатель и председатель наблюдательного совета многоотраслевого холдинга ИПК «Жерсу». Вице-президент Федерации бокса и борьбы Казахстана. Один из крупнейших меценатов страны. По версии журнала «Форбс» за 2014-2015 годы, Бауржан Успанов вошел в число 50 богатейших людей страны, а также в рейтинг влиятельнейших бизнесменов Казахстана. Мы прибыли в родные края Бауржана Успанова. Места удивительной красоты. Не зря еще столетия назад предгоре джунгарского Алатау нарекли изумрудом в серебряной оправе. Мне достаточно того, что родной воздух, вода, здесь везде родники, яблони. Но не только красоты родного края ведут его сюда из мегаполиса. В Алматинской области сосредоточена часть многоотраслевого бизнеса. На сегодняшний день именно в этом хозяйстве около 3000 голов племенного КРС, мясного направления. А в целом по району у нас где-то больше 10 тысяч голов. Общий вес бычков именно может доходить до тонны, до тонны 200. Удивительно, но на этом комплексе нет открытых помещений, а животные разгуливают под открытым небом. Это старая технология, когда были коровники, там идет скопление, очень много болезней. А здесь они на открытой площадке по 4-5 гектаров, находятся по 200-300 голов. И для них вот ветрозащиты достаточно. Зимой здесь 2 метра снега бывает. Что отрадно, земляки все трудоустроены, которые находятся рядом вот аулы. Все работают на этих, в этом проекте. Трудоустрой земляков Бауржану Успанову удалось и на других своих предприятиях. Недавно в Лепсе открылся завод по переработке сои. Чуть раньше начал работу цех по производству меда. Но все же сельское хозяйство не основной вид бизнеса. Главным делом его жизни стала сфера, которую он выбрал много лет назад. Южный регион Казахстана, она энергодефицитная. Поэтому с целью обеспечения энергодостаточности и энергобезопасности была построена вторая линия электропередачи северю в 500 кВт. Конечный пункт это подстанция Алма. Строительством и управлением линии электропередач по всей стране компания занимается более 20 лет. На сегодняшний РСУ – лидер отрасли на всем пространстве СНГ. У человека должны быть определенные знания в этой отрасли. Здоровые, нормальные амбиции. Чтобы он понимал, куда идет. И это нелегкий труд. Нужно все просчитывать. А все начиналось со студенческой подработки. Я открыл первый видеосалон у себя в Амате. Я был студент второго курса. Потом в летние периоды я зарабатывал в строительных отрядах. На первый капитал энергетик по образованию и открыл свою компанию. Это был торговый дом, где продавали кабельное оборудование, завезенное из России. Сегодня в корпорации ЖРСУ трудится около 12 тысяч человек. А годовой оборот составляет полтора миллиарда долларов. Я как бы подстраховывал себя и занимался другими отраслями. Одно время компания нашей большинства уже была в холдинге. Прежде всего я бы отметил, конечно, его глубокие знания как инженера в первую очередь. Чтобы предвидеть те события, которые наступят. Видеть дальше всех нас. Его умение организовывать, прежде всего, работу. Собирать команду людей. Объединять нас всех. Все это, я думаю, воплощается в конечный результат. Кризис, они же не вечные. Соответственно, нужно понимать, что попридержать на эти годы, а что наоборот развивать. Соответственно, из своего опыта, любые кризисы мы всегда наоборот зарабатывали. В родное село Бауржан Успанов старается приезжать почаще. Здесь при его поддержке открыт физико-математический лицей. Оценки в школьном дневнике влияют на жизненный успех, считает Бауржан Успанов. Любопытная деталь. Принимая сотрудников на работу, он смотрит на аттестат. Я в первую очередь обращаю на его школьное образование. Я считаю, что 80% от того, что человек в будущем достигнет, после его воспитания, это школьное образование и его желание работать. Преподают в лицее учителя и профессора из ведущих вузов Алматы и Талукургана. Школа вошла в рейтинг лучших в регионе. Средний показатель ЕНТ в этом году составил 90 баллов. Из 25 выпускников этого года 19 человек поступили на грант. Из них 8 в российские вузы. По результатам олимпиад, по математике и физике, наша школа занимает третье место в области. Мы приехали по личному приглашению. Здесь всем учителям выданы квартиры, дома. Молодым педагогом Бауржан Успанов помог не только с жильем, но и закупил мебель и скот. А также построил пекарню, дом культуры и кинотеатр. Кто знает, может и иначе сложилась бы моя судьба, если бы на пути не встретился Бауржан Ага. Восходящую звезду казахстанского бокса Бауржан Успанов заметил сам. И поддержал мечту боксера проявить себя в профессиональном боксе. Расходы на тренера Нельсона Лопеса взял на себя. Из 22 боев в профессиональной карьере Канад Ислам одержал 22 победы. 19 из них нокаутом. Он выразил желание помочь, поверил в меня. Когда в тебя верят, ты просто обязан выложиться на все 100. Бауржан Ага – пример для меня. Я горжусь, что у нас в стране есть такие люди. А это зал будущих чемпионов. В Левсеба у Жан Успанов открыл спортивный интернат, где дети живут и бесплатно тренируются по шести видам спорта. Может быть, это громко сказано. Я бы хотел, чтобы в стране все жили хорошо. Я хочу, чтобы были хорошие школы, после которых ребята могли бы учиться в самых лучших мировых вузах. Тогда мы точно можем внедрять любые технологии в нашей стране и занимать лидирующие позиции на мировых рынках. Он умеет зарабатывать миллионы, не оставляя без внимания главное – чьи-то судьбы. Он думает о будущем, не забывая о прошлом. Самое счастливое время – это, мне кажется, детство. Я-то уехал уже больше 30 лет, но все равно тянет. Спасибо большое, что делили время, посмотрели нашу Родину, такие красивые места. Рад вашему приезду. Спасибо вам большое, Боржан Кизбекович, за теплый прием. До свидания. До свидания. Счастливо добраться. Это нечто большее, чем просто успех, лидерство и рейтинги. Это дороже миллионов и выгодных сделок. Возможно, это и есть высшая мораль – уметь созидать и вкладывать во имя будущего. Возможно, это и есть та роль, достойной которой не все. Редактор субтитров А.Семкин